Всем привет! С вами Актелек Копаров. Недавно мы расследовали Ахлбека Джапарова и связи его близких с офшорами на Мальте. Но есть еще один призрак прошлого, у которого все хорошо в настоящем. На этом снимке Ахлбек Джапаров в ваше. И судя по фото, компанию ему составил экс-министр транспорта Нурлан Сулайманов. Итак, вопрос, означает ли это возвращение Сулаймановых в большую политику? Напомню, в прошлом году он баллотировался в парламент от провластной партии Кыргызстан. А недавно его сын Ильдар стал депутатом Оожского городского кенеша от партии Атаджурд Кыргызстан, которую связывают с главным ГКМВшником страны Камчебеком Ташиевым. Давайте вспомним, кто такой Нурлан Сулайманов. Из биографии Сулайманова узнаем, что в 2004 году он становится главой генеральной дирекции автодороги Бишкек-Ож. И в том же году его 19-летний сын Ильдар становится владельцем участка в одном из престижных районов Бишкека. И согласно спутниковым снимкам от 2005 года, на месте участка уже стоял элитный особняк. Сейчас этот дом оформлен на дочь Сулайманову Джилдыс Нурлановну. А в 2008 году в бытность Нурлана Сулайманова министром транспорта и коммуникации, уже в другом элитном районе, недалеко от госрезиденции, на имя его жены регистрируют госакт о праве частной собственности. Сейчас этот особняк также оформлен на Джилдыс Сулайманову. Это еще не все. Идем дальше. В июле того же 2008 года сын Сулайманова становится совладельцем совместно с авангард-стиль участка в центре Бишкека. И спустя год на его месте вовсю красуется многоэтажное здание. А сейчас высотка выглядит вот таким вот образом. И оформлена на ТСЖ Моссовет. Ну и 2010 год. Апрельские события. Смена власти. Сулайманов-старший становится депутатом от партии Атаджурд. И как показывает база данных ОССРП, Сулайманов вместе со своими детьми вел бизнес и в Турции. Согласно ОССРП, Нурлан, Ильдар и Айсулу Сулайманова в 2010 году владели 70% акций в компании Текилдыс. И судя по названию фирмы, она занимается текстилем, химическими, электроникой, металлическими и медицинскими товарами. Поворотным событием в жизни Нурлана Сулайманова и его родственников стало уголовное дело. Как сообщает издание «Спутник Кыргызстан», в 2012 году экс-главу Минтранса обвинили в злоупотреблении служебным положением. Однако Сулайманов избежал наказания, так как выехал из страны. Весной 2014 года его объявили в розыск. Прокуратуре сообщили, что следствию так и не удалось установить местонахождение обвиняемого. В апреле 2016 года уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности преступления. А решение о розыске Сулайманова отменено. И начиная с 2016 года в Кыргызстане его сын Ильдар становится соучредителем в семи новых компаниях. Две фирмы из которых зарегистрированы по адресу Усенбаева 44. А жена Сулайманова Айнура Басова соучредителем в двух фирмах. Это ОСО Акбар Али Ата и Аква Памир Трейд. Последняя также зарегистрирована на Усенбаева 44. Сам Нурлан Сулайманов с 2017 по 2018 годы в Чехии числился членом уставного органа в компании Global Progress с долей в 30%. В графе о деятельности компании указано, что занимаются посредничеством в торговле и услугах, управлением и операциями с недвижимостью, маркетингом и т.д. Ильдар Сулайманов на своей странице в соцсетях активно делится публикациями бутилированной воды Аква Памир. И у них даже есть свой завод среди памирских гор. И как я упоминал ранее, мать Ильдара Айнура Басова – учредитель в компании Аква Памир Трейд. А в ОСО Крыгыско-Чешско-Водная компания Ильдар Сулайманов, Айнура Басова и Чешское акционерное общество VIP Памир числятся совладельцами. И это еще не все. Ильдар также делится постами крупнейшего завода в Центральной Азии по производству красок. Итак, заходим на страницу завода и узнаем местоположение. Это Ивановка. И по случайному совпадению Сулайманов-младший является соучредителем в фирме Пейнту по производству красок, эмалей и лаков. А адрес организации – село Ивановка. А вот это новый... Он 21 мая этого года в городе Ож. Через сайт кадастра узнаем, что участок принадлежит компании жены Нурлана Сулайманова Айнура Басовой. И в любом правовом государстве такие совпадения, как появление двух особняков в элитных районах, бытность госслужащим вызвала бы многочисленные вопросы от соответствующих органов. Но не у нас. И более того, на Нурлана Сулайманов возбуждали дело по злоупотреблению служебным положением, но в 2016 году дело прекратили. С вами был Акфилер Копаров. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok